7 февраля исполнилось ровно 20 лет с момента принятия федерального закона о защите прав потребителей. В начале 90-х с формированием рыночных отношений это, конечно, был прорывный момент. Но это для юбилея, для прецедента, скорее невозможность поговорить о прелестях или недостатках самого правового инструментария, а о том, что собой представляет система защиты прав потребителей в Новосибирске. Впервые в России потребитель, покупатель был наделен какими-то правами, не только обязанностями. Алексей Николаевич Распопин. Возможно, эта фамилия мало что сегодня скажет широкой аудитории. Но именно с этого человека в 93-м началось становление системы защиты прав потребителей в ее новосибирском исполнении. Нас принял мэр города Новосибирска, Индинок Иван Иванович. Вот он нас выслушал и предложил подготовить постановление о создании органов по защите прав потребителей. То, с чего все стартовало, это полноценные отделы в каждом районе в рамках городского комитета. Всего почти четыре десятка человек, которым пришлось осваивать эту правовую целину. Обстановка была нехорошая тогда. Помню, в этот период в Москве вообще некоторые улицы целиком были похожи на торговые ряды. И это никто толком не регулировал? Ну, милиция кое-где стояла, но они же в суть-то проблемы не уникали. Но строенная система, вставшая на крыло за первые несколько лет, стала терять равновесие в 2004-м, после того, как в закон были внесены изменения. Если в первоначальном было, что органы местного совправления самостоятельно создают структуры по защите прав потребителей, то в 2004-м году было сказано, что органы местного совправления вправе создавать. Этим правом муниципалитеты могли воспользоваться или нет. Чтобы не разрушать уже созданное, нужны были экономическая возможность и политическая воля. Чего именно не хватило новосибирским властям, история теперь уже умалчивает. Но факт остается фактом. Кадровый состав похудел почти на четверть. Практически во всех районах самостоятельные отделы были упразднены. У нас снова начали ликвидировать эти самостоятельные отделы и подчинили их торговле. Это мы вернулись к тому, с чего начиналось. С моей точки зрения это неправильно, потому что защита прав потребителей является социальной функцией. Те новосибирцы, которые не смогли получить бесплатный правовый сервис, стали пытаться использовать альтернативные возможности. В принципе, можете вернуть деньги в течение гарантийного срока. Однако тут возможны нюансы. Вы можете к нам обратиться повторно, мы попробуем оказать помощь. Прецедент, как единственный профильный в Новосибирске телевизионный проект, одним из первых принял удар на себя. В среднем в течение месяца в программу поступает более 200 обращений. Причем с каждым месяцем их становится все больше. Они обрабатывают стариков. Они изучили все наши болячки, что люди пожилые обязательно больные. Полина Гавриловна, одна из тех, кому чая не имеет программы, удалось вернуть деньги за биодобавки, которые прямо дома ей втюхал в сектор-доктор Айболит. Я обратилась в программу «Прецедент», и Анастасия Алексеевна, юрист, мне помогла избавиться от этого лекарства и вернуть мне мои деньги. Заступилась за меня. Но удовлетворить весь этот спрос телевизионная программа не может даже при желании. Спасительным вариантом в идеале должны были бы стать общественные объединения потребителей. Но и с ними не все так просто. Мы не можем всем бесплатно помочь в его проблемах, в спорах с предприятиями, оказывающими услуги и продающими товары. В большинстве общественных объединений, которые, по сути, напоминают обычные юрконторы, вам могут оказать помощь, и, возможно, она будет даже бесплатной. Но только при условии, если ваш спор представляет какой-то финансовый интерес при вынесении судебного решения на финише. Когда речь идет об обменивании утюга, пары сапог или чайника некачественных, овчинкой выделки не стоит. Вот если это оплачивать за счет потребителя или нас, то, конечно, да, то есть затраты труда юриста гораздо больше, чем потребитель может заплатить, и гораздо больше, чем сама стоимость спора. Свет в конце этого полутемного правового тоннеля появился неожиданно в середине января. После выступления Дмитрия Медведева на заседании президиума госсовета. Ситуация неблагополучная. Высшее руководство нашей страны, понимая, что вызовы времени снова нам диктуют усиление этой работы, уже обозначает необходимость выстраивания жесткой структуры на уровне местного самоуправления органов защиты прав потребителей. Что именно из себя качественно и количественно будет представлять муниципальный сектор по защите прав потребителей, пока вопрос дискуссии. Возможно, мы выйдем вновь на ту структуру, с которой мы начинали в лихие 90-е годы по защите прав потребителей. Продолжение следует...